Что у нас сегодня тут за погода? В общем, классно, тепло. Сейчас позвонил только что курьер, и пойдем мы с Артуром получать его подарок. Из-за праздников заказали, в общем, под елочку на Рождество. Подарок Артура не пришел, ладно. Пока буду ждать звоночка, пойдемте в мой кабинет и поболтаем немножко. Так, ну есть у нас пару минуточек, пока курьер подъедет. В общем, у нас в этом году, что год был такой, что, упаси боже, даже вспоминать не хочется. Что даже вот, какой казус произошел. Мы заказали Артуру подарок, это новый айфон, и он не пришел вовремя. То ли мы поздно заказали, но в принципе написано было от 1 до 3 дней доставка. И в итоге получилось, что в течение 5 дней, скорее всего, наверное, из-за того, что праздники выпали на выходные дни. Ну, в общем, гарантированная доставка не получилась. И вот сегодня приедет его подарок. Конечно, очень, ну как, нам не то, что... Мы все свели в шутку, как бы сделали такую упаковку прикольную. Артур тоже, конечно, все нормально это воспринял. Но сам факт того, конечно, хотелось, чтобы подарок был под елочкой. И сегодня мы пойдем его получать. Вернее, как забирать. Курьер подъедет. И нужно еще даже то, что оформлено все на Артура. И на его номер. И ему на телефон звонят. И курьер общается именно с ним. Но поскольку ему нет 18 лет, чтобы забрать телефон, нужно идти с кем-то из родителей. Вот сейчас вот мы ждем звонка и подойдем. Потому что не может он по GPS найти почему-то наш дом. Хотя доставка оформлена на дом. Ну, в общем, вот такая вот катавасия. Ладно, это все мелочи. Относительно ваших вопросов. Как относится мой супруг к Рождеству? Как мы отмечаем Новый год? К нашему Рождеству он, как и к своему, относится очень хорошо. И я не могу сказать, что он там какой-то такой набожный. Что он там ходит молиться. И стоит мессе с вот этими вот разными там пирожными и с вином. С чем они ходят, я даже понятия не имею. Но праздники эти он чтит, как и Пасху. И, естественно, если я отношусь хорошо к их Рождеству, то он относится к моему тоже нормально. Ну, еще, наверное, потому что всегда готовится вкусный стол и приходят родственники. Как бы, когда ты общаешься с хорошими людьми за бокалом классного вина или шампанского, при вкусной еде, естественно, остаются только положительные эмоции. Так что все в порядке. Относительно Нового года, как мы его отмечаем, отмечаем по-разному. В этом году я сказала так, что каких-то особых традиций соблюдать я не буду. Потому что, судя по прошлому году, я все, настолько все у меня было продумано, настолько у меня были все блюда просчитаны, все как положено. Я прочитала кучу разных советов, рекомендаций. Помню, что мужа гоняла по 20 супермаркетов, чтобы найти 31 числа эти бананы пресловутые, потому что как бы они должны быть на столе, поскольку это год обезьяны. Ну, в общем, это была такая дурость. Я вообще не представляю, как он меня вытерпел и как он ездил за этими бананами. Я помню, что из одного магазина в другой, наверное, видать, не только я такая тю-тю, но и многие, которые скупили все бананы в один день. Ну, ладно, к чему я веду? В этом году я не буду соблюдать традиции. Я решила так. В общем, получила я уже заказы от семьи. Это обязательно мне попросили приготовить Наполеон, сельдь под шубой и мою фирменную картошку с белыми грибами, поскольку мы делали вот на Рождество к Наташе всю слопали до последней картошинки. И как бы это блюдо очень любят. И на праздники я его с удовольствием тоже готовлю. Дальше я не знаю, что я буду делать. Я купила рыбу и, наверное, буду запекать рыбу под соусом. А все остальное, салаты, закуски, бутерброды, нарезка, вы знаете, как я решила. Утром проснусь, и что моя душа пожелает, то, наверное, я и буду готовить. А так, чтобы вот это год петуха, и не надо там ставить вот это, а надо ставить вот это, блюд должно быть 12, и не 11, и не 13, и, упаси боже, не 14, этого я уже не буду делать, потому что, как ни крути, я же говорю, что прошлый год мы встретили настолько хорошо. Вот могу сказать, что это была лучшая встреча Нового года, наверное, во всей моей жизни. А год был ужасным. И поэтому, как я поняла, вернее, пословица, которая гласит, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, для меня она потеряла свой смысл, потеряла свою силу. И как бы я теперь поняла, что можно Новый год встретить средненько, было у меня и такое, а год пройдет просто замечательненько. Так что все это относительно, и верить, не верить в приметы, это, конечно, дело каждого, но для себя я решила, что и одевать я буду то, что именно мне 31-го захочется, и то ближе к вечеру, и все будет зависеть от того, придут к нам друзья или не придут. Захочу встречать в халате, буду встречать в халате. Поэтому, девочки, мальчики, в этом году я не советчик никому, как встречать, потому что я вижу много вышло видео, практически каждый из блогеров выпустил, в чем встречать Новый год, меню на Новый год, советы какие-то, макияж, прически, ну, в общем, все. У меня в этом году, и от меня никаких советов не будет, ни в чем встреча, ну, в общем, никаких советов. Ни в какую не хочет, Артуша. Я сегодня его поперла, что-то не в ту степень. Видите, все говорите, что такой воспитанный, такой хороший, такой интеллигентный. А, для человека не холодно, я домой. Да, он хочет домой, да, конечно, посылочку получил, сходил. Идет, радуется. Тут, кажется, Шкоду застала, да? Да. Да. Что ты там делала? Перчаточку хочешь одеть. Тут мама обнаружила, мы типа вышли коляску покатать, ага. И в любимой Найтикиной сковородке, где она пьет. Вот, ага, погремушку ты нашла. Ой, супер, ой, коляску у нас поломалась. И бебетам у нее. Радости. У меня что самое удивительное, конец декабря у меня лаванда цветет. Такого еще никогда не было. У меня она в том доме была. Да, доченька? Да, сейчас я подойду. В земле росла, и никогда до декабря она у меня не цвела. Где-то вот ноябрь, и уже заканчивалась. Октябрь, да, полностью. В общем, радуются мои цветки. Милена моя радуется. Да, дождь закончился, что-то не хочется нам идти гулять. Так, а что я хотела спросить, девчонки, по поводу бегонии. В общем, смотрите, она у меня уже, в принципе, отцвела. Она двухлетняя, многолетняя. Что мне с ней делать? Отрезать ее и оставлять или это однолетняя? Ну, в общем, не знаю я. Тише, мило. Боже, ужас какой. Вот тут у нас порядок. И хризантема, вот тоже она у меня отцвела. Ну, и хризантемку я уже поняла. Буду обрезать и оставлять в темное место. Вот эту тоже надо, кстати, обрезать. Еще один вопрос по... Ой, как же они? Не бегонии, а петунии. Петунии, они вот это тоже, что с ними делать? Оставлять вот так вот? Или же тоже их можно будет как-то обрезать. Ну, в общем, девочки, жду ваших, как всегда, советов. Всегда вы меня так выручаете с цветами. Доченька, да не кричишь ты. Ой, что с тобой? Сегодня на обед я особо не заморачиваюсь. Вчера готовили раклет. И у меня остался картофель, отваренный в мундире. Также готовила мясо в духовке по-царски. Тоже осталось небольшой кусочек. И, в общем, все, что я сегодня сделала, это поджарила мясо с лучком и добавила туда картофель. И блюдо готово. Также покрошила салат. Огурчик, капуста и морковь. Немного сока лимона и немного соли. Вот и все. Так, пошли мы обедать. Всем приятного аппетита. На мне сегодня Yves Saint Laurent, это парижанка. Очень сладкий, такой нежный аромат, легкий. И, по моему мнению, он прекрасно подходит именно для прохладной погоды зимой или же поздней осенью. Аромат очень приятный. Но как-то я его так подзабыла. Вы знаете, поставила в дальний угол и долгое время не пользовалась. И сегодня с большим удовольствием нанесла. И весь день такая хожу. Мне самой нравится, как вот от меня благоухает. Так что на холодную пору времени тоже могу порекомендовать этот аромат. Очень приятный. Отвечаю на вопрос подписчицы и показываю, какой же парфюм мы купили Артуру. А то сказать сказала, а показать я не показывала. В общем, это по карабан. Парфюм просто идеальный. Ой, ну аромат я вам даже передать не могу. Нужно будет посмотреть композицию. Он немного такой сладковатый. И в то же время терпкий. И легкий. И нежный. И свежий. Ну в общем, это просто супер. Подойдет, как по моему мнению, как мне кажется, и молодому человеку. И мужчине. И мужчине, которому, как говорится, уже за. Ну в общем, он универсальный. И вы знаете, такой не забитый, а вот такой вот что-то новенькое. Очень приятный. Очень я рекомендую. У него, кстати, этот парфюм. Его у нас рекламировали буквально последние три месяца практически на всех каналах. Но он стоит того. Шикарный аромат. Мне очень нравится. Выбираем с супругом вино на Новый год. И посмотрите, какие цены. Иногда, когда я озвучиваю цены, мне не верят, что возможно за бутылку вина отдать 500 евро. Вот, показываю, это Сатерн 2005 года. 500 евро. И рядом, вот, 21 евро, 18. Ну, в общем, там и по 400 были, и по 300. Так что, чтобы никто не говорил, что я там голословная и придумываю цены. Вот, пожалуйста. Так, ну и буду завершать я сегодня свой день. Вместо ужина у меня беговая дорожка. Со всеми прощаюсь. Всем большое спасибо, что вы провели сегодняшний день вместе со мной. Желаю вам удачи на завтра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Пошла я ходить. Пока-пока.